Мы находимся на выставке Household Exports, говорим с нашими гостями. У нас три человека в кадре, двое и ведущий. Анатолий, Александр, расскажите, чем занимается ваша компания, чем собираетесь удивлять в 2019 году рынок? Ну, наша компания занимается оптовыми поставками товаров широкого потребления, сезонных товаров, товаров постоянного ассортимента, таких как Новый год, сад-огород, пикник, детские товары, канцтовары, игрушки. Также завозим пиротехнику. Из новинок, которые мы представляем в этот год, мы захватили с собой образцы новых цветов дизайнерской мишуры. Также Александр держит в руках дизайнерские разработки по пластиковой продукции шарики. Также на стенде представлено много новинок как в стекле, так и других товаров, которые были бы интересны нашим постоянным клиентам. Я спрошу второго участника нашего интервью ввиду падения спроса покупательской способности в России. Как реагирует на покупки развлекательного товара? Я не знаю, как он правильно называется. Товары необязательного потребления в развлечении. Как делать со спросом? На самом деле спрос-то есть. Было бы предложение. Поэтому стараемся разнообразить свои предложения за счет новинок, плюс также стекло. И самое главное цены на сегодняшний день. Цены это показатели покупаемости и узнаваемости бренда. Про цены. С 1 января поднялся НДС на 2%. Вас задело как-то? Вы держите цены, поднимаете вместе с НДС? Как на вас влияет поднять НДС? Поднять НДС не сильно влияет, потому как в абсолютном выражении это менее 2%. Больше влияет, естественно, потребности клиента и курсовые разницы, которые возникают между рублем, долларом, юанем и так далее. Соответственно, мы стараемся расширять свои матрицы. Вот касательно второго вопроса, расширять матрицы, больше реагировать на потребности клиента, слушать клиента внимательно. И, соответственно, исполнять его заказы, исполнять то, что он хочет видеть, то, что он хочет представлять в своих магазинах, в своих супермаркетах, гипермаркетах. Также вы говорили о том, что товар праздничного сезонного ассортимента в кризис менее покупаемый, падает спрос, падает предложение. Но я бы не согласился в этой связи с чем? С тем, что каждый человек по своей сути хочет праздника. И, может быть, откажется от каких-то менее нужных вещей, но праздник, например, Новый год, он праздник, который приходит в каждый дом, который важен для каждой семьи. На этой позитивной ноте мы закончили интервью. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями и экспонентами.